Пенсионные фонды Украины Пенсионные нормы, которые действуют в Украине, какие именно изменения? Пенсионная система должна складываться из пяти различных компонентов. В различных странах комбинации этих пяти компонентов и оперируют. Первый компонент это минимальная пенсия для всех, независимо от стажа, возраста и так далее, которая бы давала возможность гражданам существовать, жить в стране. Иными словами, минимальная пенсия должна быть в любом случае? В любом случае. То есть работал, не работал, был стаж или нет, пенсию, минималку, какую-то цифру в любом случае получишь? И почему, мы к этому немножко вернемся попозже. Потом первый уровень солидарный, который существует сейчас в стране, он должен быть реформирован, потому что в него заложено очень много вещей, которые не могут дальше развиваться и мешают развивать систему. И она будет только увеличиваться, будет увеличиваться дефицит. И со временем мы придем к тому, что не будет денег на выплату пенсии. Второй уровень пенсионной системы, к которому мы сейчас должны подойти, это общеобязательный накопительный уровень. Сейчас в нынешнем законопроекте 6614, который будет голосоваться, пока заложена для него там дата вступления его в силу с 1 января 2019 года. Надеюсь, что это будет проголосовано. Этот уровень как раз и будет полностью накопительным. И вот деньги, которые люди будут платить из своей зарплаты в этот уровень, они будут полностью его собственностью. И человек будет точно знать, какая сумма накоплена, сколько осталось времени до пенсии и на какую пенсию он может в последующем рассчитывать. А воспользоваться этими деньгами до выхода на пенсию? Нет, это все-таки целевые накопления, потому что мы все-таки должны как общество, как государство отнять у людей возможность распоряжаться этими деньгами на время. Потому что если мы как родители условно покупаем килограмм конфет и поставим их перед детьми, этого килограмма не будет сразу. Короче, боимся человеческих слабостей, что человек потратит сразу купить новую телевизор. Если мы как ответственный родитель будем выдавать по одной конфете в месяц, то их хватит надолго, и дети счастливы, и передай мне. Но есть проблема, что ребенок может разлюбить конфеты, либо может не дожить до пенсии. Тогда что с этими деньгами делать? Так вот, в чем принципиальная разница между накопительными элементами и солидарной системой, которая существует сейчас? Эти деньги наследуются. Вот как? Да. То есть детям передается по наследству накопленные деньги родителями, которые накапливались на пенсию? Так же, как сейчас так действует уже третий уровень пенсионной системы, который уже внедрен в Украину. Это негосударственные пенсионные фонды, которые работают. Деньги, которые накоплены в негосударственном пенсионном фонде, в случае смерти участника фонда, их наследуют наследники по стандартным правилам, установленным в стране. То есть, опять же, остаток этих денег, то есть человек, предположим, получал какую-то сумму из накоплений своих, да, вот то, что осталось, то, что он недополучил. Да, даже если не начал еще получать, а только накапливал, все эти деньги будут получены наследниками, установлены в законном порядке. Наследники тоже получат, только когда выйдут на пенсию? Там сложная процедура, но они в любом случае наследуются. Ясно. Какие еще уровни? И последний, вот из этих нулевой, первый, второй, третий, и еще есть такой пятый элемент, он у нас тоже каким-то образом реализован. Это всевозможные льготы, которые предоставляются либо на уровне местных советов, да, это может быть, например, как, пример у нас, мы его знаем, это там бесплатный проезд в общественном транспорте. Это тоже элемент социальной защиты. Я вот как раз к социальной защите и хотел вернуться. Пенсия — это один из элементов социальной защиты граждан. Таких элементов несколько, да, мы все знаем, вообще, мы же существа социальные, да, и мы как общество, мы должны заботиться о тех, кто не может посвободиться о себе сам. Мы как общество, мы платим из наших общественных фондов пенсию инвалидам, которые не могут в силу, там, непозависимых от них обстоятельств, да, получили инвалидность, да. Мы платим людям, которые потеряли работу, и на то время, пока они ищут работу, да, они тоже должны иметь возможность платить коммуналку, покупать себе еду, одежду. Мы на это время тоже из общественных, нашей социальной формы, да, мы платим им деньги. Точно так же помощь матерям по беременности, родам, уходу за ребенком — это тоже наша ответственность как общество. Также одним из элементов является и пенсия. В каком-то возрасте или по каким-то там причинам человек теряет возможность работать, да, и общество берет этого человека, там, условно, на содержание. Для чего нужна пенсия, это все понятно, просто вопрос в том, что хватает ли, вернее, как, то, что хватает, тоже не вопрос, не хватает, пенсионеров не хватает, и денег, которые выплачивают каждому из них, и в целом фонда пенсионного не хватает. Вот реформирование, которое предлагается сейчас парламенту проголосовать, оно в корне как-то поменяет ситуацию? Как вы думаете? Во-первых, реформирование должно поменять в первую очередь подход и взаимоотношения государства и граждан. Во-первых, мы должны честно начать говорить друг с другом, да, мы должны сказать, что, к сожалению, ситуация такая, что мы не можем бесконечно увеличивать пенсии, и мы не можем в силу демографических, там, экономических причин, да, содержать нынешнюю систему пенсионную в том виде, в котором она есть. Солидарную, которая осталась нам в наследство с советских времен. Да, она, ведь она, это не только изобретение, там, с советских времен, во многих странах точно так же есть этот уровень, и он точно так же проблемный, и поэтому все страны пытаются реформировать свои пенсионные системы. Ведь существует, да, там, 35 крупнейших стран мира, организация экономического развития, да, они из 35 стран, 24 сейчас находятся в состоянии реформирования своих пенсионных систем, а остальные каким-то образом, либо, ну, все равно этой проблемой занимаются. Все страны имеют проблемы с пенсиями. Это связано и с увеличением продолжительности жизни человека. Это связано и с тем, что мы, изменилось, изменилось производство, изменились условия труда, и сейчас все старые схемы, они уже не работают. Поэтому нужно все системы трансформировать. И это проблема не только Украины. Такая же проблема и с увеличением пенсионного возраста. Безусловно, всем хотелось бы выйти на пенсию, там, не в 65, а в 60. Или в 55. Наверное, не всем, но, скажем так, давайте большинству. Но почему не в 40? Ну, я не думаю, что многие захотели бы в 40 уже стать пенсионерами. В свое время, вот, откуда взялась цифра, например, 60 в Советском Союзе? В 30-е годы еще там ВЦСПС проводили исследования. С какого возраста у мужчин и у женщин на производстве возрастает травматизм? Да, то есть когда они получают инвалидность и получают много травм на производстве. И действительно, по статистике выходило, что мужчины примерно в 60 лет начинают очень часто получать травмы на производстве, погибать или получать инвалидность. Снижается производительность труда, наверное. Да, у женщин этот возраст был там примерно около 55 лет. И поэтому было принято такое решение. За это время, с 30-х годов, очень многое изменилось. И мы сейчас знаем, что очень многие люди, у которых возраст уже далеко за пенсионы, но они по-прежнему остаются активными и в физическом, и в экономическом отношении. Но в силу ряда причин у нас возможна ситуация, когда одни и те же люди с одним и тем же возрастом, с одним и тем же страховым стажем, один может работать, другой не может работать. И была попытка когда-то у правительства часть денег взять у работающих пенсионеров и передать их неработающим. Которое со временем было названо налогом на пенсии, с которым начали все воевать. Смысл в этом был не в налоге на пенсии. Государство не пыталось забрать у пенсионеров деньги и забрать их себе. Речь шла о перераспределении части денег у тех, кто может содержать себя и за счет зарплаты также, и передать их тем, кто, условно, лежит дома и не может выйти, не то что на работу, не может выйти в аптеку за лекарства. Вот как раз, если мы говорим с точки зрения общества и социальных взаимоотношений, то такая ситуация более правильная. Хотя эти 15% как налог тоже люди против них, потому что мы могли получать больше. То, что люди против, это одно, а то, что надо государству для нормального функционирования, это совершенно другое. Я хочу уточнить у вас по поводу пенсионного возраста. Сейчас эта тема очень популярна для таких политических дискуссий, дебатов. Очень многие кричат, мы не позволим, мы не дадим. Другие говорят, что без этого все развалится. Вы как считаете, повышать пенсионный возраст нужно? Я считаю, что повышать пенсионный возраст нужно. И это дискуссия не только украинская. Если бы это была проблема только Украины, другие бы страны не сталкивались бы и не увеличивали бы пенсионный возраст. Мы видим на примере других стран, что это происходит везде. Это связано, как мы говорили раньше, это связано с тем, что изменился мир, изменилось производство, изменилась продолжительность жизни. И сейчас увеличение пенсионного возраста, это не нужно рассматривать как наказание. Потому что если бы мы... А как это рассматривать? Ну как объяснить людям? Понятно, что это экономически целесообразный шаг для государства. Людям-то как это объяснить? Ведь они же рассматривают ситуацию конкретно для себя, что я вот не сейчас буду получать деньги, уже помощь от государства, а только через 5 лет. А хочется это уже сейчас. Как им объяснить? Вот для того, чтобы им это объяснить, с людьми надо разговаривать честно. Вот, давайте. Начнем мы с вами. Им нужно объяснить, что ведь, когда мы говорим, например, о том, что все-таки пенсия, мы говорили, это элемент социальной защиты. Если мы говорим о инвалидности, то инвалидность это не премия от государства человека, который ее получил. О, молодец, ты получил инвалидность, вот получи от нас деньги. Мы, как государство, мы, как общество, даем человеку деньги из-за того, что он не может работать. Когда человек, например, заболел, он получает больничный тоже из социальных фондов, потому что он какое-то время не может работать, ему нужно восстановить здоровье. Человек, который потерял работу, мы платим ему деньги, пока он ищет работу. Но нельзя работать и получать больничный. Нельзя работать и получать пособие по безработице. Потому что либо-либо, либо ты работаешь и получаешь зарплату, либо ты ищешь работу и получаешь пособие по безработице. Но здесь немножко другая ситуация, ведь мы же накапливаем эти деньги, да? Вот если мы говорим про накопительные фонды, мы накапливаем эти деньги, доходим до какого-то возраста и хотим их получать обратно. Но при этом это наш выбор работать или нет? С накопительными фондами вопрос будет только в размере пенсии. И в случае, когда человек накапливает и может работать, он сам будет заинтересован в том, чтобы работать дольше и больше накопить для того, чтобы больше получить пенсию. Кроме того, если мы посмотрим количество работающих пенсионеров в Украине, у нас действительно это подавляющее число. И у нас сейчас люди работают и получают пенсию, и только небольшая часть, которая физически не может работать, она получает пенсию меньше. У нас фактически сейчас получается, что здоровые, успешные и с работой отбирают, условно, часть у тех, кто лишен такой возможности. Ну хорошо, давайте на конкретном примере. Я знаю, что артисты балета, вот предположим, возьмем с потолка пример, выходят на пенсию в 35 лет. Им что, уже не работать? Либо работать на пенсию не получать, отказаться? С такими специальностями, ну да, есть ряд специальностей, это и артисты балета, это и, например, артисты театров травести. Вредное производство какое-то наверняка раньше выходит. Да, вот, я забыл, как это правильно называется. Существуют эти списки профессий, там первый и второй список, люди, которых и в советское время получали возможность там на дополнительное пенсионное обеспечение, у них были свои особенности. На самом деле артисты балета утрачивают возможность, условно, работать по своей основной специальности, да? Понятно, что фуэте уже особо не покрутишь, да, в какой-то возраст, но ведь остаются возможности быть педагогом. Ну масса других, да, то есть как бы совмещать-то им-то можно будет. Особым, давайте так, особым категориям людей, которые не теряют трудоспособности, но выходят на пенсию рано. Опять-таки, в силу их работы, потому что мы опять должны посмотреть на это с точки зрения общества, да? Если мы не будем обеспечивать этих людей дополнительной пенсией или давать им какие-то возможности выходить на пенсию раньше, получить какие-то там деньги, то тогда у нас не будет балета, да, потому что, ну, все будут понимать, что это связано с кем-то проблемами. Хочу у вас уточнить, у нас, к сожалению, мало времени остается до конца эфира, вот такой момент, да, вот когда мы говорим про накопительную пенсию. Человек накапливает, ну, предположим, накопил 100 тысяч гривен. Как оно будет распределяться на его, скажем так, циничный немножко, на остаток жизни, да? То есть по тысяче гривен на предстоящие 100 месяцев его жизни, либо как? Предполагается какой-то срок, сколько он еще проживет, извините за цинизм? Все на самом деле довольно просто. Сейчас уже существует такая система и работает такая система в Украине с негосударственными пенсионными фондами. После достижения там возраста, который дает право на пенсионную выплату человек, переведет эти деньги в страховую компанию жизни. И специалисты, актуарии, они рассчитают, они знают средний срок жизни и возраст и продолжительности жизни по стране. И эти деньги будут переведены в страховую компанию, и страховая компания будет выплачивать пожизненные выплаты до конца жизни. А если человек переживет этот срок? Это риски страховой компании. А, то страховая компания будет выплачивать в любом случае? Да. Ведь существует два риска. Жить недолго после достижения пенсии, или наоборот жить слишком долго. Это риски для кого, простите? Это риски для страховой компании. Но для этого и существуют специальные там люди, которые... Это просто система пожизненных пенсий, она ведь существует уже довольно давно, и страховые компании, слава богу, существуют. То есть для них это выгодно? Да. Я вас понял. Ну, тема очень интересная, и наблюдать будем за баталиями вокруг этой темы. Я напомню, что в октябре уже выйдет эта тема в топ в парламенте, премьер просит ее поддержать парламентариев. Будем с вами наблюдать, как это будет. По крайней мере, будет нам не скучно. Александр Назаренко, член Совета Национальной Ассоциации Пенсионных Фондов, был гостем нашей студии. Не переключайтесь и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин